Аспекты Мермекиперства Территорию России, где нету вообще лазюсов-нигеров Это просто ну совсем классические муравьи Которые захватили все территории среди наших земель и просто доминируют Хотя иногда с ним соперничают терформики-формики, как правило формики Ну иногда тетаны, ну мы уже не об этом Начнем с их размеров Матки 8-9 мм, рабочие от 3 до 5 мм Также имеют возможность запрыскивания кислоты Но не как у формика, а это больше как феромон Даже если они так и делают, то это не особо заметно Потому что у них от одного муравья очень мало кислоты выделяется Ежели у формика, особенно поликтен, это прям вообще пипец Но в любом случае у них она есть, кислота у них не менее Также большое именно различие в размерах матки рабочего Матки значительно больше, раза в 4-3 Также матки имеют огромное брюшко, что свидетельствует о большой плодовитости этого вида И правда, Лазиус Ниггер очень плодовитый Плюс во время основания колонии матки не дерутся между собой Не может быть такое, что в одно их гнездо заползло там маток штук 10 Ну и потом появляется очень большое количество яиц Что свидетельствует о том, что скоро появятся рабочие А они уже выберут самую плодовитую матку А после выбора самой плодовитой матки колония начинает развиваться Ну и мы плавно переходим к зимовке Как проходит зимовка у них? На принципе, как у обычных местных муравьев Из-за того, что они очень неприхотливые Из-за чего их так любят, и понятно дело, почему они так развились Именно в плане захвата территории Почему так много колоний именно этого вида Лазиусы не сильно предпочтительны к зимовке Они любят зимовать примерно 1,5-2 месяца Может быть даже 3 Но это уже не важно Главное зимовать до того момента, когда они могут уже дальше спокойно плодиться Но я вам рекомендую лично от 2 до 3 месяцев Ведь больше не стоит перезимовать А недозимовка тоже не прямо уж очень хорошо скажется на муравьях В любом случае, лучше найти где-нибудь золотую середину Однако, несмотря на то, что многие считают, что это очень легкий вид Вообще-то, ну, нечего делать и его содержать Я считаю, далеко это не так Пусть и по факту они считаются какими-то простыми или слишком простыми Я думаю то, что при большой численности они имеют очень интересное поведение Об этом свидетельствует очень много гиперов Да, в принципе, породится на нашем этапе Большие колонии лазюков, а именно нигеров То вы сразу поймёте, о чём я говорю Довольно много гиперов, которые содержали большие колонии лазиусов Говорят о том, что они реально интересные А также, по факту, не считая то, что они очень легкие По факту, никто на нашем русскоязычном методе не содержал поистине огромную колонию негров Ведь они развиваются очень быстро Если при должном кормлении именно с сахарным сиропом и белком Также они, у них матки живут от 10 лет Так что тут вообще проблем не должно возникнуть То есть, я клоню к тому, что, по факту, самых больших колоний в России нету А именно тех людей, которые содержали большие колонии и имеют огромный опыт Нет, таких нету Как правило, их либо продают, либо вообще колонии умирают, либо на них забивают Что-то одно из этих именно пунктов В любом случае, как в природе, колонии бывают полумиллиона Конечно, это редко, но всё-таки возможно Настолько огромных колоний у нас вряд ли содержал кто-то Ну или, по крайней мере, в ютубе никто это не засвидетельствовал Ну что ж, ребята, это на сегодня всё И я вам рассказал о виде муравьёв, лазью снигера, хачи заезженные Но, тем не менее, при большой численности очень интересные Пишите комментарии Всем бровиных маток и всем пока-пока